Впервые в регионе в рамках чемпионата молодые профессионалы проходит этап для школьников Junior Skills. Регион заявил на уровень федерации три компетенции, навыки по двум из которых проверяют в Центре технического творчества «Новация». В отличие от конкурса молодых профессионалов, где предполагается индивидуальное участие, юниоры выступают командой из двух человек. В этом помещении проходит этап прототипирования. Ребятам за отведенные четыре часа предстоит продемонстрировать навыки в 3D-моделировании. Они делают поворотный стол сейчас для дозатора химических реагентов. Это такая подставка для пробирок химических. Они делают сам столик, ось, на которую он ставится, и потом прикрепляют его к электромотору. На разработку самого столика участников возрастной категории 14+, уходит примерно полчаса. Остальное время работает 3D-принтер. Когда детали будут напечатаны, их необходимо скрепить. Ценится качество работы и быстрота ее выполнения. Урень не так уж и сложнее. Умения, те же самые, которые мы обычно применяем по всем. Ну, только то, что что-то новое начали делать. Обычно такие механизмы не делали. Вот и все. Словосочетание «рабочая профессия» для этих ребят сопряжено современными технологиями и высокоточным оборудованием. Они уже со школьницком и знают, с каким делом свяжут свою жизнь. Здесь не сомневаются, специалисты, воспитанные в новации, в будущем без работы не останутся. Вторая компетенция состязаний связана с лазерными технологиями. На специальном станке, на двуслойном пластике, нужно изготовить панель приборов и шильд на станок. На все про все 6 часов. Задания разработаны на федеральном уровне, они единые для всех, но допускается 30% корректировки с учетом тех условий, в которых проходит соревнование в данном регионе или в данном центре. Поэтому где-то 30% заданий мы скорректировали. В этапе Junior Skills из всех регионов страны решились поучаствовать всего 8. Если апробация пройдет успешно, в следующем году победители смогут представить Иваново на уровне страны. В начале рабочей недели на базе Ивановского колледжа сферы услуг компетентное жюри проверит еще одну специальность – кулинарное дело. Свои умения представят 6 команд из различных муниципалитетов. Им необходимо будет разработать технологическую карту, приготовить блюда холодного цеха, салат и коктейль и представить их для дегустации. Награждение победителей состязания чемпионата WorldSkills запланировано на 3 марта. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.